Общая протяженность канала имени Октябрьской революции в дагестанской столице составляет около 10 километров. Жизненно важная водная артерия проходит с северной части города, поселка Семендер, до южной проспекта Амитхана Султана. Попадание источных вод в нее, канализации, твердых коммунальных отходов – все это проблемы не одного дня, как и аварийность. Именно на этом месте 4 февраля произошел трагический инцидент. Машина с тремя детьми опрокинулась в канал имени Октябрьской революции. Один ребенок погиб, за жизнь второго борются врачи. На допросе у следователей 23-летний водитель рассказал, что обогнал проезжавший рядом автомобиль, из-за чего не справился с управлением и влетел в кор. Молодого человека и его пассажиров вытащили из канала неравнодушные прохожие. На место ЧП спустя полтора часа пришел Магомед Деньгаев. К тому моменту люди уже пытались извлечь из воды потонувшую машину. Мужчина не раз становился свидетелем автопроисшествий на этом участке. Лет 7-8 примерно живу, прямо передо мной была мойка, недалеко мойка есть, оттуда вниз покатилась машина, прямо в канал упала, прямо передо мной получилась ситуация. Хотелось бы администрации обратиться, конечно, поставили ограждение, что-нибудь как-нибудь это сделали, вопрос решили. Администрация Махачкалы, которую просят во избежание ЧП установить ограждение на территории канала, как оказалось, не имеет на то законных полномочий. А все потому, что объект не находится в ведении органа местного самоуправления. «Этот объект принадлежит управлению милиардацией земель и сельскохозяйственного водообеспечения, это их объект. И, в принципе, управление начнет какую-то свою работу, мы можем взаимодействовать, мы можем помогать управлению, но сами управлять какое-то мы не имеем права, даже с точки зрения права, к нам могут быть прямые санкции со стороны, там, условно, там, шотной палаты за не всего ли использование наших средств». Но даже при наличии полномочий, как, например, у Дагмелева отхоза не все так просто. Строить ограждение вокруг канала запрещено, потому что он имеет утвержденную водоохранную зону 30 метров по обе стороны. Следовательно, подобные конструкции и застройки должны быть за ее пределами. Несмотря на это, в столице некоторые строения вплотную подошли к санитарной зоне или зашли на нее, и эксплуатационная трасса вдоль канала стала частью улицы или автомобильной дороги. Это, в свою очередь, препятствует очистке КОРа и трассировке. «Схема и методика проведения санитарной очистки требуют того, чтобы в водоохранной зоне канала не было препятствий для того, чтобы очистка проводилась. На мой взгляд, нам необходимо будет определить наиболее аварийно-опасные участки на протяженности КОРа в черте города Махачкалы, и там возможно создать какие-то искусственные препятствия для того, чтобы снизить вероятность повторения подобных трагических случаев. Пока сказать, что будут ли это ограждения или какого характера они будут, я не решаюсь, потому что это все-таки вопрос о безопасности дорожного движения. Для этого есть компетентный орган, который должен нам подсказать методику, технические параметры и так далее. И с учетом всех этих моментов нам нужно принять правильное, оптимальное решение». Одно такое решение предлагает активист из Махачкалы Аюб Дибиров, при участии которого на нескольких городских локациях через канал были возведены пешеходные и автомобильные мосты. Он также высказывается в пользу ограждений и показывает один из возможных вариантов. «Это специальное ограждение сделано по стандарту. То есть при ударе ни машина не страдает, но само ограждение тоже не страдает. И поэтому, если мы будем делать ограждение, если финансов хватит, должно быть вот такого уровня, по стандарту то есть. Не такое ограждение, вот с той стороны. Главное у нас задача стоит не сделать просто такое перекрытие или какое-то ограждение, чтобы она соответствовала по стандарту. Для коровской техники здесь она это ограждение не мешает». В Дагмилево-Тхозе обещают, в ближайшее время вопросы обеспечения безопасности населения вблизи канала будут обсуждены более детально и при участии всех заинтересованных структур. В мэрии Махачкалы готовы оказывать содействие в их решении. А между тем, самой проблеме уже много лет. Трагический случай, который произошел три дня назад, в очередной раз поднял ее на поверхность. И лишь время покажет, как власти будут выходить из сложившейся ситуации. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала.